В прямом эфире репортера новости в студии. Для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Сегодня утром простились с Анастасией Кулинич, погибшей в ночном пожаре в лагере Виктория. Церемония прошла на улице Столбовое у дома, где жила девочка. Провести в последний путь Насте пришли десятки людей, депутаты, городской голова, соседи, друзья и одноклассники. Для родных в памяти Настя навсегда останется веселой, энергичной и талантливой девочкой. Она очень умница. Она вообще такая девочка была у нас золотая, умница. Танцевала, пела, вышивала, бабушку любила, как приходила к бабушке. Постоянно цветочки приносила. С днем рождения ее поздравляла. Очень умная девочка была. Девочка очень хорошая была. И воспитанная. Воспитанная. Дуже девочка хорошая была. Умная. С целью пресечь возможные провокации для охраны порядка на месте находились усиленные наряды полиции. Похоронят Настю в селе Троицком Беляевского района. 26 декабря ей исполнилось бы 10 лет. В детских учреждениях Одесской области спасатели нашли 27 тысяч нарушений. Это при том, что пока они проверили меньше половины школ, санаториев и детских садов. Среди самых распространенных отсутствие противопожарной сигнализации, нехватка источников воды, пути эвакуации не соответствуют нормам. Массовая проверка детских учреждений началась после пожара в санатории Виктория, которая унес в жизни троих детей. 438 объектов, шляхи эвакуации не соответствуют действующим нормам и правилам. Або захарашены, або зачинены. Это то, что высыхается на протязи двух дек максимум. Это как помечника взятие, как в классическом фильме было. А так и быстрее. Тут же не потребуется чего-то особенного. Або вопрос о перезаряджении первинных засобах пожарного сигнализации, чтобы они соответствовали 424 объектам. Маршрутка и «Шевроле» сегодня днем стали виновниками заторов на улице Черняховского. От удара автобуса в заднюю часть автомобиль вылетел на тротуар и протаранил ограждение полисадника под домом. Женщина-водитель «Шевроле» обратилась за помощью к медикам. Полиция выясняет все обстоятельства столкновения и виновника происшествия. От комментариев участники ДТП отказались. Немногочисленную акцию протеста провели активисты организации «Национальное сопротивление» возле коттеджного городка на Фонтанской дороге. В 2005 году земли бывшего детского лагеря «Красные зори», говорят активисты, были незаконно распаеваны и отданы под застройку. Сначала они требовали от владельцев свободный проход к морю. Теперь требования ужесточились. Мы требуем вернуть землю городу. У нас есть решение судов, где везде мэрия по этим участкам, между покупателем и компанией-застройщиком, везде третьей стороной выступает мэрия, которая требует сноса, потому что строения построены незаконно. Эта схема один в один напоминает схему в отраде при Костусеве. Когда хотели отжать землю, тогда не получилось, тогда общественность успела вмешаться. Активисты сообщили, что и дальше будут продолжать пикеты и требовать от прокуратуры и других органов разобраться в ситуации. Если это не поможет, они готовы обращаться в суд, приобщив все имеющиеся у них документы. Второй скандал за три дня вокруг ситуации в Армашовке. Жители села в Ширяевском районе требуют выделить им землю, принадлежащую колонии. Они заблокировали въезд грузовиков на территорию предприятия, которое сейчас обрабатывает землю. На месте событий побывал Константин Гречаный. Эти автомобили приехали в Армашовку загрузить зерно, но на склад попасть не могут. Местные жители перегородили въезд на предприятие. Они уже около двух десятков лет требуют распоевать земли бывшего совхоза. Но решений проблемы от власти нет. Сейчас земля принадлежит местной колонии. Угодия, находящиеся на территории Армашовки, обрабатывает частная фирма по договору найма. Местные жители находятся на грани выживания. Ну, вы видите, что ситуация не меняется годами, как было бардак, так и есть. Приезжают чужие люди, обрабатывают землю, забирают все. И так люди, как были в нищете, так и до сих пор в нищете находятся. По договору найма вы работаете с государственным предприятием? Сею и глуборыхлителем, и дискорром, и культивируем. Хозяин агрофирмы, работающей на госземле, отправил местных в суд. Но ждать больше они не могут. Армашовцы уверяют, что агрофирма вместе с руководителями колонии банкротят прибыльное предприятие. В частности, продали весь скот с фермерских хозяйств. Директор госпредприятия объясняет, что предыдущее руководство не заготовило корм для животных. В то же время обработчики земли показывают результат. Урожай на вкладе, который вывозится на продажу. Состоянием дел на предприятии заинтересовалась Генеральная прокуратура, которая на прошлой неделе проводила проверку. Представители прокуратуры проверяют Шираевский выправный центр. А производство, так как я являюсь заместителем начальника Шираевского выправного центра по производству, естественно, который трудоустраивает осужденных, то я отчитался по зарплатному фонду по осужденным, по наличию техники, которые обслуживают осужденные, по наличию зданий и сооружений, которые обслуживают, ремонтируют именно осужденные лица. Согласитесь, это все-таки уровень областной прокуратуры, подобные проверки. Вот как вы думаете, почему Генеральная прокуратура заинтересовалась этими вопросами? Я не думаю, я не могу давать оценку действиям Генеральной прокуратуры, либо областной прокуратуры. Местные жители утверждают, что Генпрокуратура поставила под сомнение законность Госакта, который выдан колонии на земле в Армашовке. Однако письменных подтверждений этому пока что нет. Конфликт вмешался новоназначенный глава Ширяевской райадминистрации. Горбачев Геннадий Анатольевич находится на территории ШВЦ-111. Далее будем писать звонки, смотреть, что в наших возможностях. 26 сентября в район приезжает заместитель губернатора Игорь Ткачук и проведет встречу с активистами села. По итогам встречи армашовцы примут решение, что делать дальше. Но отступать от своих требований люди не намерены. Константин Гречаны, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Скандал на аппаратном совещании облгосадминистрации. Чиновники заявили, что не могут снести незаконные постройки в Нижнеднестровском национальном парке. Ими был выписан круглый штраф, а вот кому его предъявить не знают. Чиновникам якобы не удается найти ответственного за строительство курений в заповеднике. Губернатор после разбора полетов потребовал, чтобы через неделю ситуация прояснилась. Я не знаю, поскольку суды, которые забудовали, индивидуально. Далее. Далее действует. Вот они сбудовали. Что дальше? Ну, акти склали, отправили, пожарили, отменили декларацию. Каким чином это может вплинуть на сбудованные объекты? Что дальше? Очевидно, что, ну, снова же таки, подтвердить не можем, что большинство субъектов оформило право властности за окремыми договорами. Кілька таких субъектов мы исследовали. Решту, при том, что мы имеем ключ доступа до реестра речевых прав, мы исследовать не можем. Борьба с незаконными строениями в Нижнеднестровском национальном парке продолжается уже несколько лет и пока безуспешна. Марш за права животных пройдет 15 октября по всей Украине. Зоозащитники и волонтеры выйдут на акцию, чтобы вновь напомнить о тяжелой ситуации в стране с охраной животных. Прежде всего, это касается их использования в развлекательной индустрии, цирках и зоопарках. Вообще было бы в идеале, чтобы вообще убрать животных, чтобы прекратили на них зарабатывать деньги. С пляжей, с города, вот эти катания. Поэтому я бы хотела, чтобы не только мы волонтеры, чтобы одесситы к нам пересоединили, чтобы поддержали. Все-таки Одесса город очень любвеобильный, у нас очень много туристов приезжает летом. И мы хотим, чтобы все у нас было цивильно, а мы же хотим в Европу. По словам организаторов Одесского марша, проход по центральной улице города с лозунгами о защите прав животных, возможность показать, что Украина не только на словах, но и на деле движется в Европу. В Германии права животных внесены в конституцию страны. В Нидерландах, в Австрии, во многих странах Европы запрещена эвтаназия животных, запрещены зверофермы, запрещено использование животных в цирках. Поэтому, когда мы выбираем путь борьбы за права животных, мы боремся и за права людей. Мы боремся за будущее нашей страны. Также на марше зоозащитники хотят привлечь внимание к новому законопроекту, в котором значительно ужесточаются наказания за издевательство и неправильное содержание животных. Однако, по словам волонтеров, у законопроекта много противников на высшем законодательном уровне. Сейчас в этом законопроекте мы предлагаем вывести из использования в притравочных станциях тёха, парсука, котов и собак еще четыре позиции. Задается вопрос, а почему всех нельзя? Да мы с удовольствием, понимаете? Но могу вам сказать, вы, наверное, это знаете без меня, что огромное количество депутатов Верховной Рады – это охотники. И нам с трудом удается продвигать по одной-две позиции. И чем активнее мы будем на таких вот акциях, тем больше мы сможем отбить статей и внести их, и использовать в данном законе, законе о защите животных. Всеукраинский марш за права животных пройдет 15 октября. В Одессе он стартует в 12 часов дня от памятника Утесову в горсаду и закончится возле оперного театра. Волонтеры приглашают всех неравнодушных горожан присоединиться к акции. Территорию заброшенного здания детского сада по улице Варнинская 12-6 начали приводить в надлежащий вид. Местные жители жаловались, что запущенная территория стала пристанищем для бездомных и наркоманов. Возле здания садика уже восстановлено ограждение, убран мусор и поставлен забор по периметру. Вскоре в здании планируют установить окна. По состоянию на 20 сентября выполнены следующие работы. Восстановлены внешние ограждения, восстановлены ворота, восстановлены секции забора по периметру. Седьмой слайд. Убраны свалки на территории детского сада. Восьмой. Произведена механизированная защистка территории, выполнен покой островы, частично приведена санитарная обрезка деревьев. Сейчас здание принадлежит Укртелекому, но в мэрии всерьез задумываются о передаче его в коммунальную собственность. Также поднялся вопрос по поводу возврата этого садика в коммунальную собственность. И одним из приоритетных задач меня как депутата и нашей фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова является то, чтобы все садики, которые ранее были государственные, а сейчас они ныне не находятся на балансе каких-то предприятий, либо безбалансовые, вернуть в коммунальную собственность, чтобы наши маленькие одесситы смогли ходить действительно в хорошие, в новые сады, и в сады не частные, а в сады городские. Спортсмены поют песни радиостроительства спортзала в детском доме. Велосипедисты, боксеры, атлеты объединились вместе и провели песенную акцию в центре города, которая не оставила равнодушных прохожих. Мы собираем для строительства спортивные площадки в детском доме с листва. Впоследствии того, что мы просто поем, если вам нравится, вы можете скинуться. Давайте вместе построим детям спортивную площадку в детском доме. Итак, песенка. Антошка. Антошка, погнали. Антошка, пойдем копать катушку. Антошка, антошка, пойдем копать катушку. Тюркутили, дели, дели, доливали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Ну и приблизительно таким образом спортсмены-песенники обошли весь центр города, исполнили десятки детских песен. И это все ради благой цели. Мы собрали уже порядка 98 тысяч гривен. Нам не хватает еще 2. Вот за сегодняшний день мы планируем собрать эти 2 тысячи гривен. В первый вечер мы собрали 18 тысяч гривен. Потом на следующий день мы разбились на 3 группы. Мы собрали еще 40. 40, что-то 2, по-моему. Потом каждый из нас кинулся по 1000, чтобы добить 100. Но оказалось, что не хватает еще 2. И вот сегодня мы будем ходить, добивать. Первый всеукраинский турнир по художественной гимнастике БРИС прошел в спорткомплексе Международного гуманитарного университета. В Одессу приехали сотни талантливых юных граций. Дмитрий Богомолов продолжит тему. Красота владения телом, изящная пластика и высокое мастерство исполнения сложных номеров. От участниц первого всеукраинского турнира по художественной гимнастике БРИС не могли оторвать глаза не только сотни зрителей на трибунах спорткомплекса Международного гуманитарного университета, но и горожане, прогуливающиеся вдоль набережной на 8-й станции Большого фонтана. О высоком классе участниц говорит умение правильно оценивать собственные выступления и работу над ошибками. БРИС только перед тем, перед своим тренером, потому что он единственный знает, как ты сделаешь. БРИС стал одним из самых масштабных событий по художественной гимнастике в Украине в этом году. Это говорит о том, что в Одессе происходит настоящий бум этого вида спорта. Сегодня у нас замечательный турнир. Он первый проводится, вот, всеукраинский. Для самых юных гимнасток у нас детки выступали от 2013 года рождения. И название турнира – БРИС, то есть это новая волна, новое дыхание, то есть это старт для самых-самых маленьких. Приехало со всей страны как бы 350 человек, а команда была 27. Я сегодня выступила хорошо, без потери, вчера тоже. И мой любимый предмет – булава. Медаль и кубки призерам и победителям соревнований вручал президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Более полугода назад гимнастки специализированной детской инушеской школы Олимпийского резерва Черноморец остались без тренировочной базы. Ремонт, в которой родители проводили за свои средства. Новым домом художественной гимнастики в Одессе стал спорткомплекс университет. Здесь девочки тренируются и участвуют в крупных турнирах. Вообще художественная гимнастика – это все-таки искусство, как мне представляется. Вы знаете, я очень рад, что все основные международные, областные соревнования, всеукраинские проводятся именно на базе Международного гуманитарного университета. Я думаю, что мы не должны быть равнодушны к нашим детям, которые занимаются и художественной гимнастикой, занимаются легкой атлетикой, занимаются другими видами спорта. Это прославляет наш город, нашу страну. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он разрешил провести турнир именно в этом спорткомплексе, потому что это очень удобно, во-первых, для приезжих команд со всей Украины, так как море через дорогу, а в основном люди за этим и едут в Одессу. Также очень комфортно, большой зал, высокие потолки – это все, что нужно для художественной гимнастики. После перехода в новый, более комфортный зал, мастерство гимнасток значительно повысилось. Программы стали сложнее, и этот зал очень теплый, что позволяет работать долго и гонять прогоны. Очень сложные еще стали риски, мастерства, но надо работать. Черноморец на выезде во Львове сумел спастись в матче с Карпатами. 1-1. Открыли счет хозяева на шестой минуте. Александр Гладкий реализовал пенальти, который сам же и заработал. Этот мяч стал первым пропущенным за моряков для капитана Одесситов белорусского голкипера Александра Гутера. Сравняя счеты, гости сумели еще до перерыва. На 30-й минуте Алексей Хабленко сместился с левого фланга и пробил в дальний угол. Таким образом, Черноморец продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей. Следующий матч подопечный Олега Дулуба проведут 1 октября дома против Ворсклы. Начало игры в 2 часа дня. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...